Здравствуйте всем! Ну давайте я начну на... Защитник, конечно. Апелляционная инстанция Саратовского областного суда только сейчас вынесла решение об удовлетворении жалобы защиты и об отмене решения Волжского суда. То есть апелляционная инстанция определила отменить меру пресечения избранного раннего отношения Андрея Викторовича Пригарова на домашний арест. В настоящее время, да, Андрей Викторович предъявлено обвинение, но у него нет никакой меры пресечения. То есть решение суда сейчас же вступило в законы силы, Андрей Викторович освобожден из меры пресечения. Защита удовлетворена принятым решением, так как наша жалоба была удовлетворена. Ну естественно в дальнейшем будем работать и отстаивать на полной невиновности нашего подзащитного. Мы в данной ситуации можем ожидать все что угодно, но будем надеяться на лучшее и будем в правом поле отстаивать и доказывать невиновность нашего подзащитного. Андрей Викторович, как подментируется в общую сложную ситуацию? Я безусловно рад. Ну вы сами представляете, да, такая ситуация для меня, как для прокурора 30-го числа, когда меня задержат. Дома обыск, дома малолетний ребенок 10 лет, да, как какого-то бандита, да, отвозят в ИВС и проводят со мной следственные действия. Я себя считаю невиновным, свою позицию буду отстаивать до конца, насколько у меня хватит сил. Ну, не 37-й год. Если там кто-то, каждый скажет, да, там, как-то кого-то вот в чем-то обвинять, ну, у нас есть суд в стране, в нашей суд, который разберется беспристрастным и поставит все точки ноты. Если я виноват, значит я понесу наказание. Если же нет, ну, соответственно, нет. А так, на самом деле, хотелось бы воспользоваться случаем, поздравить 12-го января, был день прокуратуры, поздравить своих коллег, руководителя непосредственно, Сергея Владимировича Филипенко. Весь коллектив прокуратуры Саратовской области с профессиональным праздником пожелать им успехов в трудах. Они делают правильное дело, они на правильном пути, они заоставят интересы и права граждан. А жители Саратова, с наступающим Старым Новым Годом, всем здоровья, успехов и удачи в Новом Году. У меня все. В разных семьях кто-то писал, что это точно, что не точно, что вы написали рапорт о увольнении. Так ли это? Давайте я на сегодняшний день воздержусь от комментариев, хорошо? Если что, я постараюсь вас информировать об этом позже, насколько мне это будет удобно, возможно, останусь ли я на свободе, или же в очередной раз, как сейчас получили мы повестку, не успело закончиться одно судебное заседание, сразу в 16 часов другое. Я говорю, что я болен, мне необходима помощь и консультация врача, но слышать не хотят. Ну, посмотрим. Вы сейчас являетесь с этим? У нас нет такой информации, скажем так. Нет такой информации у нас. То есть, исходя из того, что все произошло 30 и 31 декабря, и только кончились новогодние праздники, и так как Андрей Викторович был под домашним арестом, я не обладаю информацией о его статусе. У меня нет контактов ни с кем, кроме моего защитника. Я не знаю, сотрудник ли он прокуратуры. Соответственно, скорее всего, Андрей Викторович тоже не знает. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо.